Добрый день! Сегодня мы рассмотрим скьюб от компании GAN. Этот производитель впервые сделал подобную головоломку. Вот такая вот коробочка GAN SCUBE M. Открывается. Внутри нас ожидает бокс со скьюбом и коробочка белая с аксессуарами. Бокс такой уже в каких-то трешках был, ничего нового. Слабенькая защелка. Гипотетически из него когда-то можно будет сделать кубик 2х2, либо 3х3, уже не помню. Но сколько я эти боксы не собирал, потом они их поменяли. В итоге, ну, затея так себе. Если только их отдельно покупать где-то. Скьюб. Коробочка. В коробочке у нас мешочек стандартный, обычный, гановский. Дальше. Запасные детальки. Ну, не запасные, а сменные детальки. Так же, как у кубика GAN XS. Такая же система регулировки. Помимо этого, здесь Китайская инструкция по сборке. И тут, очевидно, на английском. Так, и еще одна инструкция по настройке. Так, так. Ну, к ней попозже вернемся. Куда интереснее сам скьюб. Я здесь подготовил аналоги от других брендов. Это Cyclone Boys, X-Men от компании Chii и от Moeo Aoyan. Про него недавно было видео, кто хочет, посмотрите. И вот, четвертый скьюб, магнитный, который достойный внимания, вышел от компании GAN. И сразу, чтобы не растягивать интригу, я скажу, что это лучший скьюб. Лучший из всех, что я когда-либо держал в руках. Сейчас картина выглядит следующим образом. Хотите хороший, но очень дешевый скьюб, возьмите Cyclone Boys. Он достойный, отличный, без изысков. Все в нем хорошо. Немножко вот так вот у него шелестят магнитики. Но при желании можно их подклеить. Но для начала очень даже хороший. Единственное, у него стирается логотип, и вот уже почти стерся. На нем можно собирать на уровень мирового рекорда, если вы это умеете. Если вы хотите вогнутый скьюб, то, пожалуйста, X-Men Design компании Chii. Все в нем отлично, замечательно. Я на этом крутил вот специальный 5000 сборок. Отличный скьюб. Хотите скьюб с ямочками на центрах, ну и с комплектом таких же крышек без ямочек, то, пожалуйста, вот вам АОЯН. На нем все хорошо. так же, как у нас в кланбойсе 60 магнитики, по желанию можно подклеить. Недавно докрутил на нем тысячу, но об этом как раз отдельное видео было снято. И есть ГАН. Это если вы хотите, сразу и самый лучший. В нем нет ямочек, нет вогнутых элементов, нет каких-либо визуальных, внешних фишек. Он просто самый лучший скьюб. Вот мне после ГАНа уже не так удобно делать обратно пиф-паф на остальных. Вы, наверное, заметили сейчас. Просто лучший. Существует две версии. Стандартная, где 8 магнитов и более дорогая, на 7 долларов дороже. Здесь 32 магнита. То есть в одной версии, как и в пирамидке, магнитная крестовина. И только вот эти 8 магнитов и работают. В моей же версии есть дополнительные магнитики в центрах. Вон видны их черненькие. И, соответственно, на уголках. При желании можно их, конечно, отделить. И этого дополнительного магнитного усилия не будет. Но мне понравилось и так. Давайте замешаем. Мне не захотелось меньшего контроля от этого скьюба. Он четкий, быстрый и невозможно приятный. Все вот это уберем. Изначально можно, конечно, посмотреть скьюб без всяких изысков. Да зачем? И, быть может, не будьте мне ганновской пирамидки, я бы его и мимо пропустил, учитывая, что он самый дорогой. Но пирамидка от гана мне очень понравилась. Это лучшая пирамидка из всех. Поэтому и скьюб я тоже купил. Я не так быстро собираю скьюб, и мне вполне хватило бы и того же ауяна, которым я крутил последнее время. Но ганн у меня появился. Ганн я стал собирать, открутил на нем тысячу сборок, и я полностью очарован. 32 магнита работают отлично. У него нет ни единого недостатка, что касается вращения. Все в нем идеально. Четкие, фиксированные движения, отличный контроль и очень высокая скорость. Единственное, его не очень легко разбирать, и поэтому вынимать детали я не буду. попробую разобрать уголок, чтобы показать, как это выглядит. Сейчас его соберем, давайте. Быть может. Да, и на этом скьюбе, когда я его тестировал, буквально за первые 120 сборок я обновил сотку. Это учитывая, что перед этим я не так давно крутил ауяном. То есть прошло 125-127 буквально сборок, и обновил сотку по среднему времени. Она у меня была чуть меньше 8 секунд, я сделал сильно меньше, но прокрутив еще сборок 200-300, уже не помню сколько точно, я сделал сотку меньше 7, чего не было вообще никогда. И в итоге я где-то остановился на времени 6,5 секунд, среднее время сотка. Можно лучше, можно больше, и хочется лучше. Да, но 1000 подошла, я как обычно крутил чередуя разные головоломки тот же MS-3 в одно время тестировался, поэтому я то скьюб, то трешку, то вообще 6х6, Shadow V2M, это вообще мегамикс от Дайана лежит, ждет своей участи, но про него особо никто не спрашивает, поэтому будет попозже. Но в итоге это отличный, просто потрясающий скьюб. я сейчас говорю исключительно о версии с большим количеством магнитов, там где их 32. Здесь нет регулировки магнитов, как это было на пирамидке, здесь просто продаются две разные версии, так же как и на том же MS-3 сделано, то есть можно купить версию с дополнительными магнитами, можно без них, но там разница в 3 доллара, здесь в 7. и в России, и в Китае это самый дорогой скьюб, но самое важное он этих денег абсолютно стоит. Собирается отлично, я собираю обычный средний сарой, без всяких там продвинутых техник, NS и прочего, и особо даже не просчитывая первый слой, но вот мне получилось с моими не особо ровными руками сделать сотку 6,5 секунд. Да, мне когда-то Влад Кожин говорил, выучи среднюю сару, сделаешь сап 6, и я очень, кстати, хотел делать сап 6, но за эту тысячу меня не вышло, но возможно выйдет позже, я обязательно к этому скьюбу вернусь, вряд ли в ближайшее время выйдет какой-то скьюб, который будет лучше, быть может от MGC что-то YJ сделает, ну посмотрим, сквар уже обещали, кстати, сквар от Гана было бы интересно, я бы даже потренировался наверное, но вернемся к инструкции, здесь мы видим такую же систему как на Ган XS, вот у нас крестовина, на нее одеваются гайки, гайки у нас двух цветов, на которых есть соответственно циферки 2, 4, и на другой гайке голубенькой 1, 3, да, то есть можно 4 разных степени натяжения выбрать, меняя вот эти гайки, мне почему-то вот такая система нравится не очень, но для скьюба выбора нет, для GAN XS отличный куб, поэтому потерпим, вот они запасные гайки, здесь они синие, что дает понять, что внутри у нас голубенькие, ну попробуем сейчас уголочек снять, я не помню какой, но вот с некоторых здесь крышечки снимаются, да, вот с этих по-моему, я сейчас не вырезаю вот это все, оставлю, как я ее снимаю, возможно, будет у меня ногти подлиннее, это было бы попроще, но вот что-то снимается, это делается очень туго, а значит уголки сами отлетать не должны, ну и вот, мы видим прозрачную гаечку, как стандартную, и вот эту серединку голубенькую, которую можно регулировать, изначально она стоит в положении 1, я так и оставил, возможно, когда-нибудь мне захочется поэкспериментировать, но не сейчас, мне полностью устроили заводские настройки, я люблю, когда кубики приходят такие, что их сразу приятно крутить, тот же MS3 пришлось чуть настроить, а здесь все просто потрясающе, одно удовольствие вращать этот скьюб, я очень не люблю хвалить дорогие кубики, но что пирамидка ган, что скьюб ган, это произведение искусства, но если не по внешнему виду, то по вращению точно, это просто отличные, отличнейшие головоломки, прощают всякие ошибки и позволяют уверенно, регулярно и постоянно хорошо собирать, за синглами по скьюбу я не слежу, так как это больше дело случая и успеха, а вот сотку уменьшать, это мне нравится, я обязательно сделаю сап 6, ну и тысяч 5 сборок, на нем надо бы открутить, он того стоит, на том же X-мене я ради челленджа крутил, еще раз повторюсь, что вот 4 скьюба, которые актуальны на данный момент, для разных степеней увлеченности головоломками, если вы только хотите изучать дисциплину, то есть очень дешевый и хороший скьюб циклан бойз, вогнутый X-мен подороже, ау-ян с выемками еще чуть дороже, что X-мен, что ау-ян это отличные скьюбы, на которых можно собирать до мирового рекорда, ну и мировой рекорд на каком-то из них стоит, GAN совсем недавно появились, ну и GAN, если вы хотите самое лучшее, независимо от того, за какое время вы собираете, если вы готовы потратить почти 30 долларов на скьюб, а на этом у меня все, всем спасибо, всем пока.